Привет, народ! Добро пожаловать на наши посидевочки, место, где мы с вами обсуждаем разные сериальчики. Сегодня говорим про четвертый эпизод «Периферийные устройства». Только что закончил записывать одну новость, не очень приятную, думаю, вы уже успели на нее посмотреть. Если нет, давайте обсудим. Все, закрыли мир Дикого Запада, но создатели, которые занимались миром Диком Запада, они занимаются, они продюсеры же и на этом проекте «Периферийные устройства». Так что надеюсь, что может хоть у «Периферийных устройств» будет более хорошее будущее, и что его не закроют посреди. Но останусь я уже в этой футболочке, черная футболочка в память. О бедной Долорес замолвим мы слово. Все, если что, пойдите посмотрите, там на 10 минут высказался. Завтра, приглашаю вас, стрим будет «Сельгата», приходите. У вас, наверное, уже сегодня, вы проснулись вечерком, приходите. В воскресенье будет у нас стрим с другими стримерами, такой себе гигдозор. Приходите, обсудим и новость про мир Дикого Запада, и про периферийные устройства. Все это обговорим, так что приходите, не стесняйтесь. Ну и сразу, пока мы здесь, скажем спасибо нашим спонсорам, которые поддерживают канал. Спасибо большое, мои золотые. Подкидывайте монетку. Благодаря вам сериал с дядей Вовой Твистером никогда не закроется, надеюсь. Ну и, естественно, большая благодарность. Это нашему мастеру ключа Мистерес. Все, спасибо большое. Погнали по эпизоду. Как всегда, пройдемся по кадрам. Там обговорим самые вкусные, интересные моменты. Мне пришлось некоторые сцены пересматривать на русском языке, с русскими субтитрами. Потому что, ну, акцентище там жутчайшее у некоторых персонажей. Но и в то же самое время, знаете, лора вывалили здесь хорошую такую порцию, я бы вам сказал. Особенно джекпот раскрыли. Апокалиптический. Записываю одним дублем, если я где-нибудь оговорюсь в слове апокалипсис, вы уж как-то сильно ко мне не придирайте. Ну что, я вот себе имена приготовил. Начинается все с cold opening. Как всегда, маленькая видюшка перед титрами. И нам показывают то, как именно, что происходило в Лондоне, как он выглядел, из какой атмосферы забрали детей и потом передали богатым людям. Мы, кстати, узнаем, почему богатые люди выжили. Вообще, мне хочется увидеть вот это раскрытие, каким образом мафиозники, олигархи, вообще новое слово для себя я узнал, никогда не видел. Пошел в Википедию, благодаря сегодняшнему эпизоду, дядя Вова. 40 лет от роду только впервые услышал про такое вот клептократия. Я про монархию слышал, теократию знаю, там диктатуры всякие. А вот клептократию никогда про такое не слышал. Ну, знал клептоманы, те, которые любят что-то там стащить. Но, оказывается, клептократия тоже от слова воровать и господство власть. «Правительство, контролируемое мошенниками, использующее преимущество власти для увеличения личного богатства и политического влияния с помощью расхищения государственных стрелец». Ну, короче говоря, знаете эти, как их. Ой. Олигархи. Вот, наверное, для меня это самое ближайшее слово. И мне вот интересно, как олигархи пережили. Бункеры свои понастроили. Каким образом они пережили этот джекпот и почему именно они пришли к власти. Надеюсь, может это раскроют. Но из намеков, которые вот я могу собрать из разных кусочков, пазликов, которые у меня лично в голове собираются. То, скорее всего, вот эти вот богачи и олигархи по всему миру, не только зубов, но и там мы слышим новую фамилию олигархов. Золотовские, всякие золотые. Вот, то, скорее всего, многие олигархи пережили вот все эти трудности, потому что были деньги. Когда есть баблишка, то можно пережить все, что угодно. Но простые вот дети-подростки вот так вот после этого жили в автобусах, жили там в подворотнях. И их отлавливают и забирают детей для того, чтобы передать вот этим вот богатым олигархам. Почему вот богатые взяли, помните, когда в прошлом эпизоде их пришли усыновлять, там зубы, все проверили, все. И видно, что они вдвоем друг за друга держатся. Она ему помогает. И очень прикольный момент, когда он смотрит, там где-то автобус, которому вроде раздают еду, а на самом деле это голограмма. У нее камешек, брови. Кажется, люди подходят, берут продукты, а это все сделано для того, чтобы вот отлавливать подростков и потом передавать их в систему. Но, по крайней мере, у них хорошее будущее потом стало. Ну, насколько хорошее. Надолго ли бы и хватило жить вот в такой атмосфере? Там и Биг Бен на заднем плане видно, до чего все дошло, до какого запустения. И что возможно было, вот это, мне кажется, Биг Бен даже на заднем плане, вернуться до того города и обстановки, которая сейчас. Кстати, у меня вопрос такой. После того, как рванули, ну это мы в джекпоте подробнее поговорим, после того, как рванули шахту с боеголовками, то вообще в Америке можно жить. Мы знаем, что люди продолжают жить в Канаде. У них есть хорошие технологии по очищению. Но я хочу увидеть другие города. Почему нам только показывают Лондон будущего? Я хочу увидеть, как Канада выглядит, Америка. Может, в следующих эпизодах. Если баблишко подвезут, ребята, если колесу времени денег дали на второй сезон, то тут-то точно должны подвалить баблишки. Вы посмотрите, оценки очень хорошие на данный момент. Ну, этот эпизод не считается, потому что он только-только вышел. Но все равно, давайте я поставлю десяточку для подогрева оценок. Но первый эпизод, вот смотрите, 2239 человек проголосовало. Так что неплохо. Этот эпизод-джекпот, следующий будет называться What about Bob? А что насчет Боба? А что насчет Боба? Узнаем. Узнаем в следующем эпизоде. Ну, прикольно, как тут раз. Забрали. И теперь мы узнаем новый момент лора. Что Айлита, когда они пришли вот в эту лабораторию в конце прошлого эпизода и нашли там отключенные устройства, что они, вот эти периферийные устройства, помогли проводить операцию ей и помогли извлечь из нее какой-то чип, получается, вживаляют. По нему можно отслеживать человека, я так понимаю, но и в то же самое время он дает тебе иммунитет. Представьте, это страшная мысль. Страшная, я сразу скажу, я вот сейчас говорю, и мне страшно про это. Ну, не то, что страшно все, а сердечный приступ выпал. А вот, смотрите, приходим мы к моменту, что говорят, есть такая технология. Ты вживляешь в себя чип, неважно, попа, ляжка, рука, куда-то. И из этого чипа твой организм контролируется. Если какой-то новый вирус приходит, тебе не нужно идти в клинику ради прививочку какую-то получать. Тебе раз, чип иммунитета, тебе пришли там, просканировали, загрузили какой-то апдейт или по интернету прям загрузили апдейт и все. И ты от любой болезни, которая появилась, выходит, у тебя сразу есть иммунитет. Сразу вот это чипса начинает производить внутри какие-то операции и все. Где-то у тебя начинает зарождаться в организме, может, какие-то раковые клетки. Из этого чипа бжик-бжик-бжик выпустила нужный код и твой организм с этими клетками справился. Или отправил тебя к врачу. Или еще что-то. Тема про пожрать. У меня там Степан Карлович эти браунисы делает. И вот прям в духовке подходит запах на визу. Но это тема про пожрать. Заходите в гости, если что. Так что, если вдруг начнет у меня, как у собаки Павлова, слюновыделение, вы будете знать. Это я сейчас пойду после этого молоко с браунисами пить. И, но представьте, вот такая готовый, вот это самый главный вопрос, который мы оговорили, начали об этом в прошлом видео. И приходим в этом видео. Готовы ли вы, чтобы у вас была такая чипса, которая предупредит заранее, если вам нужно пойти к доктору. Если что-то не так с вашим организмом. Но плата за это, плата за это, вас будут контролировать. И кто-то, представьте, а что если можно через это отправить волчанку в ваш организм? Вот когда ваше тело начинает атаковать ваши собственные органы. Волчанка называется? По-моему, волчанка. Потому что когда у волка, если он в капкан лапа попала, он сам себе готов лапу отгрызть. По-моему, волчанка называется. Поправьте меня в комментариях, если я не прав. И вот готовы ли бы вы были пойти на такую вот технологию? Смотрите, я был бы в принципе не против, если была бы, вот момент того, что ой, за мной будут следить, будут знать по сердцу. Когда я там душ принимаю, когда я какаю, когда я там кексом занимаюсь. Совсем. Вот мне наплевать. Абсолютно. Потому что я с собой телефон постоянно ношу. Я хожу с ним в ванную. Я себе ставлю телефончик. Смотрю видюшки там какие-то. Пока ванную принимаю. Кто не ходит... Вот честно. Кто ходит в туалет сейчас без телефона? Раньше книжка была, журналы там с бутылок, со спрея что-то читаешь. Сейчас телефон. Телефон всегда при нас везде. И так, кому надо, могут посмотреть, послушать и знать, где мы, чего, куда мы там пошли и в каком магазине мы что, где скуплялись. А если несколько раз произносишь около телефона, вот надо, наверное, подумать, купить вот что-то. Все. В этот же самый день выходишь в Facebook, уже будет 10 реклам на эту тему. Где купить, как купить и где лучше. Так что за этим следят уже. Но вопрос главный поможет моим комментариям здесь продвигать видюху. Согласны ли вы были бы вселить в себя иммунизационный чип? Это, знаете, вот эти все товарищи, которые с этой шапочкой из фольги. Вот там это, как его, вышки 5G. Вы пойдете делать прививку от короны и вас возьмут и начнут будут отслеживать, в чип вам подсадят. А тут вот мы конкретно говорим про чип. Реальный чип, вы идете и знаете, что будет чип у вас в руке или где-то там, который будет контролировать ваши биологические процессы. Пошли бы вы на это или нет? А что усложняем? Задачка со звездочкой. А если бы вам скажут, что одно из двух, либо ты живи, подхватывай какую-нибудь холеру, потому что говорят, а элиты скоро не станет. Потому что как долго она проживет без этого чипа? Либо вы живете, либо вселяете вот этот чип. Ребята, я говорю вам, я подсадил бы в себя такой чип. Потому что если выбирать, умираешь 100% шанс, потому что какую-то холеру подхватишь и постоянные болезни мутируют, как нам показали в джекподе там. Кепочка вообще отдыхает, корона ваша. Или же шанс 3%, что кто-то возьмет, хакнет и вас убьет. Так что я бы, наверное, поставил бы себе такой чип. Ну ладно, жду ваших мнений. Ой, кстати, тут заставка такая. Вы же заметили, да, когда смотрели на эту заставку, что сначала нам показывают Америка со всеми делами. И потом такая линия проходит из Америки, как информация передается и перемещается информация в будущее Лондона. А девочке все хуже и хуже становится постепенно. И у нее какие-то глюки начинаются, когда и рука сжимается. Вы видели, у нее глаз покраснел, а потом раз, стало нормально. И вот тут у меня вопрос. Или же это какие-то изменения внутри ее организма начинают происходить? Неужели? Или же на самом деле... Вопрос. Это она увидела в зеркале глюки? Или же у нее организм может сам восстанавливаться? Потому что, помните, у нее появился синяк? Дальше будем смотреть. А потом этот синяк постепенно, постепенно... Ну, не могут синяки так быстро проходить сами по себе. Ну, не могут очищаться глаза так быстро сами по себе. И я не помню, чтобы в нее какой-то укол делали вот в этом мире. Могло ли то, когда она посмотрела в этот луч, передать какую-то информацию в нее загрузить, чтобы перепрограммировать ее организм, сделать вот таким вот самовосстанавливающимся? Но и есть, конечно, какие-то сбои вот это вот с рукой. Что проблема вот эта не от того, что она одевает шлем, погружаться в периферийное устройство, а то, что это вот я более чем уверен, что из-за того, что она посмотрела вот в этот луч. Потому что Билф Вулф говорит, прям как это, сказка про трех поросят. Есть ниф-ниф, есть наф-наф, нуф-нуф, а теперь у нас есть еще Билф Вулф. Добавили. Злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. Блях-муха теперь на дживку вырежут. Вырезайте. Короче говоря, и если кто не знает, реклама, в телеграмме есть чат, приходите. У нас для, есть до 18 и плюс, и старше 18 и плюс есть, заходите, там обсуждаем разные вещи. И вот тут у нее взяла всю зубную пасту, перевела. Ну хорошо, хоть нет, аквафреш трехцветная. Но все равно, она понимает, что что-то не так. Так, теперь этот вот вопрос с этим полицейским тоже разнюхивает, разведывает. Но это должность у нее такая, вон ты пробудь ему положено. Может, молоко за вредность, думаю, не дают. Ой. Конечно, брат у нее ходячий кекс. Вот во всех своих вот этих вот фланелевых рубашках. И как, блин, мне нравятся их взаимоотношения. Мы на прошлом стриме, когда с ребятами сидели, говорили тоже об этом. Насколько классные нам показывают взаимоотношения, что у нас не просто Флинн, вот супер-герл-пауэр, такая вот девчонка-суперзвезда, которая все на себе в крупких плечах тянет. Нам показывают, насколько он сильный персонаж тоже, что и как актер он хорош, он не позволяет сумасшедшей харизме Хлои, да, как актрисе, он не затмевается на ее фоне. Когда мы видим вот эти диалоги между ними в комнате потом, когда они разговаривают, блин, когда они спорят, насколько сильная химия между ними. Я просто балдею. Я просто, конечно, где-то, может быть, мне жалко, что это не мир Таргариенов. Я сижу как вот там в мемазике с собачками. На чего довели нас эти ваши Джорджи Мартины? Это непорядок, неправильно, не должно такое быть. А смотришь и хочется. Потому что, ну, настолько, может, актеры после игры вот это где-то решат встречаться вместе. Ну, шо, у нас было эти, как в Декстере, Декстере брат и сестра, а по жизни встречались. Может, тут с этими повезет. По сериалу брат и сестра в жизни, может, они начнут гулять вместе. Ну, конечно, круто. Мне очень понравилось вот вся вот этот разговор, насколько он... У нее есть вот эта обида, то, что ты ушел на войну. Это был твой выбор. Ты сам решил пойти стать солдатом. Я осталась, я следила за отцом. Я следила за больной матерью. Когда ты пришел с потекшей кукухой, я тоже помогала, смотрела. И я никому ничего не сказала. Так что, пожалуйста, хоть немножечко уважения. И отчасти, я думаю, он это понимает. Но как страшно, когда у нее начался припадок, вот этот вот краснеет. Но в этот раз другой глаз покраснел. Или этот все тот же самый глаз, потому что она смотрела в зеркало аж тогда. Но в этот ли глаз ей лучом светили? Я думал, вот в этот глаз ей лучом светили. Я думал, это тот глаз, который ей... Блин, я вообще не могу смотреть на всякие глаза. Давайте перемотаем эту сцену. А, я думал, в другой глаз ей лучом светили. Может, запутался с этими глазами. Или эти вещи вообще не связаны. Как вы поняли? Объясняйте давайте. Делитесь мнением. Вот это был, конечно, неожиданный момент, когда профессорша, оказывается, она к этому своему работнику очень даже привязалась. И робота создала. Говорит, вот мы робота подогнали по его последнему сканированию с 7 дней. И голос подогнали. И лицо поставили. Понятное дело, когда, допустим, Вулф приехал навещать мать. И он увидел там робот, ходил с лицом аэлиты. Но вот эта тетенька, да? Такая, как ее. Тетя Доминанта. Я все забываю, как она профессор, что это зовут? Нуланд. Но она для меня это. Доктор Доминанта. И вообще шикарно баба играет. Шикарно баба играет. Там еще народ вспомнил, как что она была в доме с призраками. Вторая часть. И я все, я теперь на нее смотрю и все вспоминаю, как она стоит и в колодец смотрит. Кто смотрел? Сцена с колодцем. Ну классная. Не будем спойлерить тем, кто не смотрел. Но сцена с колодцем. Это вот в первом призрак дома на холме. Девушка с поломанной шеей. Прям вкусняшка. А во втором это вот колодец. Я говорю, у меня на ногах это волосы дыбом стоят. Настолько классно. Не, ну шикарно. Шикарнейшая играет. Вот она отыгрывает. Мы говорили на этой неделе в рассказах служанки. Там есть одна актриса. Я вот не могу понять. Или она классная актриса и поэтому она бесит, потому что она плохо играет. Ну, ну, отлично играет злодейку. Или же потому что она переигрывает и поэтому раздражает. Здесь видно, что она тоже играет. Больше, наверное, подошло бы, если... Смотрите. Разница между актером кино и актером театра. Когда ты работаешь в театре, у дяди Вовой есть опыт и там, и там. Ну так. По мелочам. Не думайте, что я тут какой-нибудь там склифосовский, станиславский. Кто там был? Но, когда ты работаешь, я когда записываю свои видюшки, я, наверное, больше черпаю из школы театрального мастерства, которой я походил. Я где-то немножко, может, переигрываю. Больше немножко жестикуляции добавляю. Вот эти вот движения руками, там, глазами. Все. В кино такого не делают. В кино ты играешь. Когда ты играешь, нужно быть максимально натуральным. Когда человек смотрит, вот не должно быть вот этого актриса погорелого театра. Да как? Вы могли меня так заподозрить? Знаете, вот это вот все, заламыванием рук, головы. Это все было хорошо в немом кино. Но когда, потому что все вот эти жестикуляции, они нужны были. Их перенесли из театра, перенесли в кино. Но все, чем больше кино развивалось, кино все больше уходило от театра к реалистичности. Поэтому, когда ты приходишь в театр, актеры очень часто, потому что, когда ты смотришь кино, у тебя камера. Она наводит на того, на кого тебе нужно смотреть или обращать внимание, что там чашечка пропала, один кусочек лимона остался. Или туда, или на реакцию человека, когда он там нервничает, потеет или еще что-то. Когда человек приходит в театр, он видит абсолютно все. И для того, чтобы привлекать внимание, каждый актер, говоря свою реплику, зная, в каком месте нужно поставить акценты, он использует голос, он использует чрезмерную жестикуляцию и чрезмерные там какие-то нотки, интонации в голосе использует. И вот она, конечно, работает больше, я бы сказал, наверное, как театральная актриса. И крути-не крути, но в ней есть вот эти вот нотки переигрывания. Но меня это здесь не раздражает. У меня, наоборот, выстраивается ее персонаж, что она более чем даже человек. Она настолько высоко над всеми стоит, что она чуть ли не с насмешкой на всех и все смотрит. Что она чувствует себя чуть ли не всемогущей вот в этом моменте. Делитесь мыслями. Что вы думаете? Ну, замечательно. Вот эта вот постоянная чашечка. Эти аристократические черты лица, поступки. Перстни ее, украшения супер. Ну, классно, как она подстроилась и пришли, узнали, что Вулф за всем стоит и за всем стоит Лев Зубов. И что нужно вот к нему пойти и разобраться. Прикольный момент тоже про вот этой вот медицинской клиникой, да. Тоже взаимоотношения братьев и сестер. Он говорит, я когда-то у тебя нашла был косяк, мы его смыли, и я его никогда не вспоминала. До сегодняшнего дня, заметь. И говорит, можешь ты сделать то же самое, что ты как будто бы не видел эту фигурку у меня в комнате. Потому что у нее же краш этого полицейского. Блин, какой же краш этот. Мне надо найти, в каких фильмах он еще снимался. Но, вы знаете, мне очень понравилась невеста, которую себе этот полицейский выбрал. Она настолько, ну, может быть, врачи, у них вот этот момент, эмпатия, да, называется, что она реально переживает, она заботится, говорит, что ты так, отключаем это устройство, передай мне информацию, ну, все-все-все-все дела. И она действительно переживает за Флинн. Мне интересно, знала ли она, что Флинн... Мне вообще интересно, Флинн встречалась раньше с этим мальчиком полицейским? Или вот у нее просто такой вот краш на него с давних времен, но она просто боится ему что-то рассказать? Потому что я помню, они с подругой когда обсуждали эту тему. Не знаю. Но вообще, конечно, как персонаж, она мне очень понравилась. Еще классная технология. Понятное дело у нас сейчас тут, как его... Кто его... Как его зовут? Который Facebook, Цукерберг, пытается раскрутить виртуальную реальность. Но вся эта виртуальная реальность настолько... У меня дома есть риф... Риф, по-моему, называется. Oculus Rift, кажется, называется. Такая большая дура, одеваешь на голову, и как будто бы... Прикольно. Да, поиграл в несколько игр. Мне очень нравится играть lightsaber. Там летят на тебя предметы. И у тебя мечи. И там я себе пак скачал с Lady Gaga. И ты просто... У тебя два светящихся меча, которые ты одеваешь на руки. И вот как будто бы ты находишься вот в этой комнате. И ты разрезаешь. Но ты понимаешь, что это не настоящее. Мы не ушли еще до тех технологий, когда ты одеваешь очки, и ты веришь, что ты там находишься. Здесь же уже показывают, что вот настолько далеко ушла технология. Смотрите. У нас два пути развития здесь, конечно, будет. Либо Цукерберга все получится, и он сможет притащить людей. И это пойдут деньги. Либо он сейчас обанкротится вообще полностью. Он сейчас теряет бабки. Он так много теряет деньги на вот этой виртуальной реальности. Прочтишь-то все, что он позарабатывал со своим фейсбуком, он сейчас... Ну, это, наверное, хорошая вещь. Потому что создать соцсеть, которая все равно рано или поздно умрет, любая соцсеть, она отмирает. Люди переходят во что-то новое. Более вот там, там, там уже. Это вот как было время, все в одноклассниках сидели. Потом там все вконтакте сидели. Сейчас все в Телеграме сидят. Люди передвигаются. Был эти, как их там, вайны были. Сейчас Маск пытается вайны воскресить. Good luck. God bless you. Пускай. Посмотрим, как это получится. Но люди из вайнов там переехали в ТикТоке. Все постоянно всегда меняется. И, может быть, это хорошая вещь, что Цукерберг пытается вот... Если не будет большого влияния от какого-то сумасшедшего миллиардера, мы никогда с вами не придем, потому что это стоит денег для того, чтобы создать виртуальную реальность. И он создает... Пускай сейчас сложно в это поверить. Пускай это все работает, как там какая-то кривая игра, там, на 16 бит. Но это шаг в том направлении, где мы хотим быть. И если мы совершенно не будем это поддерживать, оно засохнет и отвалится. И мы никогда с вами не дойдем до того момента, когда мы сможем одевать какие-то виртуальные очки и погружаться в компьютерную симуляцию. Так что подумайте об этом. Ну, если вам Цукерберг не нравится, то тогда не думайте и не поддерживайте. А дядя Вова вот мечтает, чтобы мы к этому пришли. И, конечно, было бы круто, чтобы можно было такие очки одевать и отправляться в воспоминания, которые записаны были когда-то, может, на кассету. И потом... Муся, ты меня до усрачки перепугала. Честное слово. Спасибо, конечно. Ты услышала, что папа тут очень эмоционально разговаривает. Она у меня всегда, когда эмоция включается, окошко приходит, меня успокаивает. Все в порядке, все живы, никакого кипиша. Все, может тихонечко посидеть там. Ой, но сердце аж до жопы упало, господи боже мой. И это. Я даже забыл, про что я рассказывал, Муся, твою мать. И... А, про виртуальные технологии. Классно было бы, чтобы можно было погружаться в свои воспоминания и вот так вот их видеть, какие-то моменты обрабатывать. Можно посидеть, как будто бы там находишься. Но брат решил, что ты больше туда не пойдешь. Ты, по крайней мере, пока ты отдыхаешь. И мне понравилось, как Конор сказал, так, давайте вне очки. Руки-ноги там есть. Записывайте меня. Пойду. Но он, конечно, спалился очень быстро на этом. Теперь, интересный момент с женой и отношением. Вот они танцуют. И тут у меня такой вопрос. Сидит этот зубок. Кстати, мы на эту тему на канале, примерно на эту тему, на канале 18+, разговаривали буквально на прошлой неделе про разные тройнички, про разные, как в отношениях, кто относится. Там, может, какой-то ваезжирование даже. У каждого свои тараканы. Вчера моя реплика, которую это. И насколько замечательно найти человека, который полюбит тебя со всеми твоими тараканами, а ты полюбишь этого человека с его тараканами, и ваши тараканы начнут еще при этом там совокупляться и производить на свет потомство, которое будет вас связывать потом общей дичью, которая может быть. И вот вообще вот этот вот вопрос. Насколько готовы партнеры позволять своим мужьям, женам, бойфрендам, голфрендам на стороне развлекаться? Хотят ли они про это знать? Хотят ли они это видеть? Готовы вот, чтобы только это обязательно было в присутствии всех троих? Ну, в общем, короче говоря, эта тема очень такая вот до сих пор табуированная части. И подход льва к этому всему, типа, я не против, с кем развлекается моя жена, если жена развлекается с домашним питомцем. Он не видит в Вулфе реальную угрозу для его брака. И это, наверное, может быть взрослая отношения. Я не знаю. Ребят, каждый отвечает на этот вопрос самостоятельно. Кто-то у кого-то ревность. Нет-нет, это только мой. И, как правило, когда есть какая-то очень жесткая ревность, когда ты вот до белых костяшек держишься за своего партнера и вот боишься прям, то, скорее всего, то загуляет и уйдет. Это не к тому, что... Да, пускай гуляет, там не по барабану. Просто каждый должен выбирать рамки, насколько они готовы дать какую-то свободу, там... Ведь бывает такое, что даже там... Нет, ты с друзьями не можешь никуда пойти. Ты не можешь что сделать. Ты не можешь это сделать. С каких-то пор взаимоотношения в семье преврастились в какое-то рабство. Ну, в общем, все люди взрослые, каждый должен отвечать на этот вопрос по-своему. Но, то ли это я, то ли вы тоже заметили этот момент, что он в этом где-то даже кайфует. Может, даже если что-то там где-то, может, мы обе руки видели за столом, или, может, где-то одна рука там под стол поползла немножечко, одна рука чай с лимоном пьет, а другая получает удовольствие. И от чего именно он получает удовольствие? От того, что видит жена? Или потому, что он видит жена, может быть, он не прочь был бы поиграть с Вульфом Вильфом, а так, таким образом, он почувствует то, что чувствует жена? Не знаю, не знаю. Но тут вот такой моментик, конечно, я немножечко... у меня бровки поползли вверх, когда я эту сцену смотрел. Прикольно. Прикольный вот этот вот вообще момент, где мы узнаем, что Айлита, что-то мы узнаем, что она украла. Но! Как построена вся эта система? Есть полицейская система, которая там, может, даже не только полиция, которая хватает, наказывает, но за этим, может, и мы какие-то суды... Я не знаю, может, суды вообще упразднены? Есть ли вообще какое-то правительство, за исключением вот этой клептократии? И Лев объясняет, что ты не забывай, что в клептократии у нас мы тоже олигархи, мы все держимся друг за друга. Она, типа, говорит, институт, клептократия и полиция, но Лев говорит, что не забывай, что мы тоже друг за друга держимся. Но она ему напоминает, да, держитесь до тех пор, пока не нашелся Иуда, и одного из этих олигархов, Юрика какого-то, слил и воспользовались ДНК для того, чтобы уничтожить всю семью, там, и все генетические линии. Жутенько на секундочку. И она говорит, и после этого он понял, он посмотрел на свою чашку, когда она сделала намек. Но она встает, когда встала со своим зонтиком и уходить. Я, в принципе, даже не заметил, чтобы она рукой там со стола что-то подобрала. Это очередная ее магия этих? Как она по воздуху ходила? Может, она и чашки так может телепортировать? У меня вообще все больше и больше где-то закрадывается мысля, что а что это, если это и есть симуляция? Ну, как она может ходить? Ну, как? Куда она эту чашку? Мы видим, что она там себе раз-раз потопала-потопала. Где чашка у нее в руке? Одной рукой, видите, вот эта рука, которая, в принципе, должна была забрать чашку. И куда она? В шаровары себе засунула? Или на темечко вместо тюбетейки поддела? Ну, куда чашка делась? И она не близко стояла ко стволу. А чашка потом пуф и пропала. И мы узнаем, что вообще, конечно, мне очень понравился этот момент о том, что как ты узнаешь и работаешь в любой игре. Ты заходишь, много раз умираешь, проверяешь все законы, и когда ты понимаешь, какие законы ты можешь нарушать, а какие нет, ты уже начинаешь, нарушая те законы, начинать выигрывать. Замечательно. Мне очень понравилось. Ну, и тут, конечно, прикольный момент, то, что спалился, конечно, этот Конор начал ножки трогать, ручки трогать, ручку, все появилось. Ну, понятное дело, для него это очень, очень круто, что снова чувствует свои конечность. Но тут вот этот вот шарик. Раз, и отключили ее. Потому что они хотят, чтобы она выходила за границы. Дозволено. Ну, и вот тут это сидит, смотрит киношка. Мы уже знаем, что они из будущего могут подключаться вот в эти виртуальные очки, потому что, помните, мафиозник, которого, кстати, в этом эпизоде не показали, 200 тысяч заплатили, и все. Сказали, следующий эпизод можешь пропустить до следующей недели. И когда он был у себя в Гаване, к нему же этот посланник от Доминанши приходил, приходил. Точно так же вот Вулф подключается к очкам и тоже из будущего может загружаться сюда. Ну, и она ему говорит, я прочитала, что твое имя значит, поговорили о семье, куртка, отец специально носит ее на выворот, потому что это было Хэллоуин, и вот он так решил, видать, на костюм времени не было, он карманы повытаскивал из джинс, и куртку одел. А может он косплеил назад в будущее. И вот она носит эту куртку. Сентиментальный немножко момент. И мы узнаем, что Вулф знает, что это устройство не может вызвать такие припадки, которые у него происходят. Но сказали, мы проверим. Потестируем, проверим, передадим. Техническую поддержку обратились. Вообще, конечно, прикольно. У нас на прошлой неделе только Хэллоуин закончился. И как раз этот эпизод с Хэллоуином. Он рассказал, что это же его сестра. И мы узнаем, что в этом срезе, в этом срезе нет родственников Льва Зубова. Теперь, у меня тут сейчас две такие версии. Мы знаем, что вот в этом 2099 году можно было воскресить собачек по генетическому материалу сделать, которых уже не существует, пчелок. А можно ли было олигархов, которые жили... Знаете, вот сейчас есть люди, которые, если они заболели, но они очень богатые и чувствуют, что это смертельная болезнь, они себя замораживают в криогенных камерах. и пишут завещание, что разморозить нас, когда вот там технологии уйдут высоко вперед, что размораживать. Если не верили, не знаете, можете почитать, у нас целые лаборатории есть, где люди в морозилках специальных лежат под это, замороженные. Но замораживать мы научились, а размораживать мы еще не научились из криогенных камер. у нас вот на данный момент есть замороженные люди. Но как их будут размораживать? Получится ли этот процесс разморожения? Надо сначала к этому дойти. Но а что если богатые люди, зная, что все движется к большой жопе джекпоте и они оставляют свой генетический материал, чтобы их воссоздали в 2099 году? Но где гарантии, что их дадут? Не знаю. Но вот это такая мысль проскочила у меня, потому что когда она говорит, что вот тут убили Льва Зубова, либо это какой-то предок Льва Зубова, который потому что в следующей сцене, когда он сказал, что Элита моя сестра, понятное дело, когда он пришел разговаривать с ним в ресторанчике в этом закрытом клубе, этот говорит, мы хотим научиться создавать наш собственный срез. Для чего нужен срез? Они уже умеют передавать информацию, можно тестировать медикаменты, если что-то в этом срезе натестировать, там все получится, можно использовать в реальной мере для того, чтобы и он говорит, что наша задача была сотворить свой собственный срез. Так получается та история, которую мы смотрим сейчас, про Флинн, это тот самый срез, который создали аэлита и зубов. И получается, он сам заказал, он не хотел, чтобы в этом срезе он существовал, поэтому уничтожают его родственников, или же он уничтожил самого себя в 30-х годах, прежде чем он успел оставить свой генетический материал для того, чтобы воссоздать себя вот в этом срезе в 1099 году. Вот я пересмотрел на русском, пересмотрел два раза на английском языке, но все равно до меня немножко не дошло. Буду с ребятами разговаривать на стриме, как они поняли этот момент. Либо он в этом срезе уже существовал сам, но тут вообще какой-то отсылка к фильму, помните, есть такой фильм, называется 1, the one, когда примерно как в Горце, но ты если в каждой реальности свои копии уничтожаешь, ты становишься прям супер-пупер сильным, но каждая копия погибает, она сила расползается на всех равномерно, и потом в конце два финальных бойца были вот с одинаковыми силами, только разные навыки. если не смотрели этот фильм, очень классный, в 2000-х по-моему где-то он вышел, называется the one на английском языке, классное кино, если любите фантастику и боевички, и вот тут вот я не понимаю, или вот он всех своих родственников просто, чтобы никаким образом в той ветке реальности не родился лев зубов, если ты своего дедушку прибил, а я дедушку не бил, а я дедушку любил, рыжий, рыжий конопатый, вот такой вот лев зубов. Интересно, интересная такая мысль. Так, но мы видим, что говорит, я бы и твоих родственников бы тоже всех укохошил бы, но твою родословную найти очень сложно. Но это понимает, что дело все хуже и хуже, но решила сама загрузиться в эту программу. Ну, прикольный диалог был между этими двумя, играли в игру. Это игра с кем бы ты поженился, кого бы ты прибил и с кем бы ты по-моему, разные вариации в этой игре есть. И ты вот выбираешь. Из трех человек нужно выбрать, кого куда-то распределишь. Мы узнаем, что оказывается одна училка натолкала Конору полную голову тем, что ведь и сегодня есть такие училки, которые ты должен быть мужиком, бери оружие иди на бомбас вот туда и там погибай, иди. Многие матери так своих детей, я не соплю выращивала, иди. Мне лада калина нужна, иди. И вот тут училка, я не знаю, может, ей тоже там от армии отслюнявили на свою ладу калину. Не знаю, не знаю, но тут Конору забили голову о том, что как круто быть военным, мир посмотришь, в форме будешь, все девушки перед тобой будут падать, а он потом в свою очередь промыл мозги всем остальным мальчишкам. Бабка училка наверное полный тоже джекпот но в этот раз решили воспользоваться хакерами и подключиться напрямую. я не поняла, что пока я в отключке, вы используете меня как это, как куклу с детьми в мячик играться? Потому что нянечка, а им четвертая нужна была для игры. Ничего страшного нет. но мне понравилось как она решила выйти самостоятельно за заборы и вот эта вот битва хакеров. Вообще, я не люблю смотреть на битву хакеров, потому что вот эта битва по клавиатуре такое нереалистичное все, вот прям как будто бы еще головой бы начали в это и мордой взять и по клавиатуре водить. Прям мне хотелось бы вообще посмотреть текст, который вот если бы текстовый редактор стоял и вот эти актеры, которые притворяются быть хакерами, хаотично нажимают на кнопочки. У меня кошка, наверное, когда к клавиатуре уходит, и то лучше написала бы. Но тут прикольно. Но решили ей показать все-таки, что от нее прячут, почему так мало людей, где все. И привели ее на специальном кладбище как музей. И в этом музее показано, что же такое джекпот, что же случилось с миром. Каждая из фигур символизирует первое это блэкаут, электричество пропало. Кто как и наши дорогие друзья с Украины знают как это при постоянном отключении электроэнергии. Я помню, как это было в 90-х в Крыму у нас постоянно выключали электроэнергию. Сейчас тоже капец, потому что и по истории сначала взломали на несколько месяцев в Америке отключили электроэнергию. Я вообще не представляю. Я не представляю, потому что когда нет электроэнергии, не могут работать очистительные системы, не может работать канализация, не может останавливаться насосы для того, чтобы вода шла. Это все. Нет электроэнергии это все. Это понятное дело мобильные телефончики, все. Это еще как бы можно пережить. Это неудобство, понятное дело. Но я вот лично сейчас, будучи человеком, прожившим, дожившим вот до 2022 года, я настолько зависим сегодня от электроэнергии. Да, у меня поставили сейчас солнечные батареи на крыше, но там тоже такая система ниппель, электроэнергия уходит на самом деле в электроэнергии в эту компанию и там начисляются баллы и поэтому я пользуюсь системой, потому что напрямую это иначе надо ставить большой аккумулятор, в который это все дело загружалось. Я в принципе был бы не против вот чтобы у меня был аккумулятор, если не дай бог в крайнем случае у меня ну и тоже. А если по всему городу полностью пропала электроэнергия, ну что ты будешь со своим домашним солнечными батареями? Канализация от этого работать лучше не станет, если во всем городе жопа настанет. Ну хорошо смогу я зарядить свой ноутбук, а на вышках не будет питания, не смогу ни в интернет выйти, ни в 5G ничего не может быть. вообще, вообще, я даже не представляю, я не представляю, ребята, то, что через что сегодня проходит Украина с выключением электроэнергии. у нас в Америке уже наверное была бы истерика, у нас вот эти вот нас кераны уже все уже валялись на полу, плакали, это я не знаю, просто украинцы настолько сильная нация, и Пукин что делает, он только усиляет эту нацию. сейчас если раньше там была какая-то может ненависть туда, ненависть сейчас сейчас вот благодаря тому каждое отключение света там они говорят ёбанах и все чем больше он Пукин думает, что это если бы в Америке электроэнергию вырубили, тут наши роднеки поднялись бы и побежали долой такое правительство то все а в Украине наоборот это все больше и больше сплочает людей с каждым отключением электроэнергии украинцы хотят чтобы как можно быстрее Пукин лапки двинул но целый месяц вообще без электроэнергии я не представляю этого я лично то понятное дело почему это стало первой такой вот из больших доминошек как бы они говорят что уже процесс начался заранее но вот этот момент уже стал критической точкой точкой невозврата жестко 2039 год следующее но тут конечно вот мы недавно прошедшие через кепочку вот так на канале коронку называли я вообще думал что 2020 году все мы наконец-то пришли к той точке когда люди начнут понимать любить и в первую очередь придет вот это осознание что кепочка она ей до жопы богатый ты бедный молодой старый косит абсолютно всех абсолютно всех болели температурили очень многие умирали я думал что люди наконец-то научат дорожить и ценить жизнь других людей как мы как мы попали в 2020 год 22 год вообще капец ну классно вот вот это изображение о том что будет такая чума от которой разрываются органы ужас тоже вот этот символ вируса да круто и следующая потом экологическая катастрофа антибиотики перестали работать скот начал падать засуха ну засухи мы уже с вами ребята уже сейчас вот это все меняется что у нас из-за изменения кто-то верит кто-то не верит если не верите это ваше право идите в жоп все я устал кого-то убеждать если не хотите верить досвидосы но то что экология меняется это видно невооруженным глазом что у нас все больше наводнений все больше ураганов происходит все больше засухи происходит что происходит вот это вот изменение климата муся оставь мою елку в покое твою бабушку она сегодня елку там в спальне постоянно нахрызло веток целую и я верю что вот может прийти такой момент у нас очень многие реки в этом году опустились до критического такого уровня что там лодки в Европе какие-то со второй мировой войны лодки стали видно корабли стало видно в Америке тоже многие реки попересыхали и где-то потому что дожди куда-то выпадают огромном количестве и устраивают наводнения но представьте если перестают работать антибиотики вот представьте что настолько мутировали разные болячки а антибиотики это ж не только не только вы скот тоже а представьте нет скота все мясо бабай молоко до свидания куртки млеко яйки тоже нет все ну все смотрели этот фильм как его анти антистеллар блин интерстеллар нолана там когда только кукурузу выращивают пытаются ну представьте такая жопа что все эти если комары повымирают то я плакать чем буду а пчелы все опыление некому делать и все и кто-то один в этой цепочке пропадает все пропадает но так вот что не работают антибиотики что ты делать будешь и почти 7 миллиардов человек погибло почти 7 миллиардов да ну не знаю сколько там популяция вырастет книги к такому тому моменту но вот такое печенье как будто там чисто три четверти населения фух и не стало ну и потом вот в Америке взрыв такой говорят что внутренне произошла атака и вот кто-то взорвал шахту и представьте если там детонировала там же наверное не одна была такая боеголовка а до хрена если всех их запустили и такой большой взрыв то Йеллоустон отдыхает но она узнает что это в их городе и у меня такой вопрос теперь будет ли она и его ее брат теми кто эти боеголовки на самом деле активизируют странное совпадение не думаю что это произошло именно в их городе но вопрос зачем им это для чего не знаю ждем и еще большая загадка о которой она рассказывала что когда она пришла к элите у нее в ее лаборатории был стол на котором был макет их дома их трейлера и всех их как человечков для чего ей это было нужно если она говорит я хочу спасти мир может она хочет спасти ее срез и может быть знаете она нашла именно вот как бернард он зашел да и он просмотрел все разные вариации как доктор стрэндж который сидел и просмотрел все вариации как что нужно сделать для того чтобы спасти мир может быть аэлита тоже смогла прочитать и просмотреть все вероятности и что используя именно флин и ее брата и вот этих вот бригаду солдат-овредителей ветеранов они смогут или остановить или перезапустить или сотворить какую-то другую реальность ну вообще конечно эпизод классный пишите в комментариях если кто-то смотрит и говорит боже мой какое скучное ребята из-за того а потом приходит нет нормальных сериалов посмотреть нечего снимает всякую фигню когда у нас есть сценаристы у нас есть бюджет когда снимает хорошую фантастику и если ее не поддержит например как основание сериал ну давайте не позволим таким сериалам вот находкам которые делают уделять внимание советовать нашим друзьям советовать знакомым ставить какие-то фотографии распространять чтобы как можно больше людей смотрела этот сериал для того чтобы потом не сидеть как бы тут любим говорить жопу слезы по жопе текли чтобы не было такого что закрыли хороший сериал потому что мало человек смотрит очень мало хорошей научной фантастики я настолько люблю хорошую фантастику и тут я доволен может есть какие-то проблемы может где-то что-то где-то чего-то мне дожали но я так хочу чтобы жанр научной фантастики продолжал и развивался поэтому беру это как для себя несу этот как данка сердце вырвал иду вперед записываю обзорчики даже у нас просмотрю рассказы служанки больше обзоров собираю чем периферийное устройство к сожалению но я буду продолжать это делать потому что я хочу чтобы люди смотрели хорошую научную фантастику и хоть так подогревать какую-то аудиторию я основание продвигал и мер дикого запада продвигал но к сожалению мер дикого запада уже все все на этом мой обзор разбор дозор окончен спасибо всем тем кто посмотрел в следующем эпизоде наверное мы уже увидим тела для мальчишек которым создадут которых создадут в этом периферийном их периферийное устройство но это уже но это будет уже следующей серии все не забудьте поставить лайк не забудьте подписаться потому что сейчас люди после дома драконов уходят там новенькие приходят кто-то уходит у нас мы примерно застряли на 23 тысячах 800 человек а так хотелось бы к этому к новому году дядю Вове дотолкать до 25 тысяч но а нет сюда нет все теперь точно обзор разбор дозор окончен всего вам хорошего пока Продолжение следует...